Я как-то подумал, прошло уже почти 2000 лет после воскресения Иисуса Христа, а Евангелие, которое Бог поручил нам, христианам, донести до каждого человека, так и не донесено. Как же так получается? На сегодняшний день в мире насчитывается около 7 миллиардов человек, но только 2 миллиарда людей принадлежат христианству. Подумайте, это меньше, чем треть населения. Это протестанты, католики, православные и другие. Остается еще 5 миллиардов людей на земле, которых Евангелие так и не коснулось. Насколько справедливо то, что многие люди много и часто слышат Евангелие, Слово Божье, а у других даже нет шанса иметь вечную жизнь, потому что Слово Божье так и не пришло к ним. Почему же так происходит? Неужели Господь так медленно работает в сердцах людей? Я думаю, что проблема не в Нем, проблема не в Господе, а проблема в Его детях, то есть в нас с вами. И вопрос о нашем посвящении тому, что Бог нам поручил, идти и проповедовать другим, и через это служить Господу. Насколько мы преданы Его делу? Когда ребенок еще маленький, он постоянно о чем-то просит и тянет все внимание на себя. Но происходит время, и этот ребенок становится способным отцом, который дает жизнь, щедро кормит, благословляет своих детей, берет на себя ответственность. Поэтому я не хочу рассматривать вас, как младенцев духовных, которые только для себя питаются у Господа. По большому счету, в духовном смысле проблем у нас нет, если мы изучаем Слово Божие и поступаем так, как говорит Господь. На самом деле проблемы существуют у тех людей, у которых нет, даже не было шанса услышать Слово Божье. А сколько людей, не знающих Бога в эту ночь, отойдут в вечность, и какая страшная участь их ожидает. Друзья, братья и сестры, нам нужно переключать свои мысли с себя на то, как Бог смотрит на этот мир. В Писании так и сказано, что у нас должны быть такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Вы помните этот текст? Давайте подумаем о такой простой математике. Если бы каждый год, начиная с одного человека, каждый доносил Евангелие еще одному и приводил его к Христу, то за 30 лет этой земле могло бы покаяться больше людей, чем живет на планете. Это очень просто. Мы просто перемножаем цифры, и мы поймем, что если бы благовестие началось с одного человека и не останавливалось, то за 30 лет все люди стали бы христианами. Еще очень много интересной статистики мы можем найти в интернете о жизни христиан и христианских церквей во всем мире. Вот почему я сегодня хочу говорить о посвящении вашей жизни, о посвященном служении каждого из нас Господу. Интересно еще, что в церкви существует такая статистика. Это 20% прихожан в любой церкви, посвященные Богу христиане и служителям, и они работают на остальные 80% прихожан. Представьте себе, как выглядело бы наше тело, если бы всего лишь 20% членов этого тела работало, а 80% членов этого тела было парализовано. Но чудо заключается в том, что даже при 20% действующих, посвященных членов церкви, Господь действует через церковь, и церковь умудряется идти вперед и процветать. Это действительно показывает, что не люди руководят церковью, не постара, не декана, не какие-то избранные люди руководят церковью, а действительно Господь руководит церковью и ведет. Но подумайте о том, что сотворивший нас Господь хочет видеть тело Христово живым, посвященным и преданным Ему на 100%. Это значит каждый член церкви. Но в нашей жизни существует так много сфер, которые нам интересны, и которые, к сожалению, затмевают Господа. Это работа, интернет, различные увлечения, хобби, спорт, какие-то страхи, которые существуют у людей. Существует много вещей, которые занимают наше внимание. Мы должны понять, что главным для каждого является поручение Господа Иисуса Христа служить Ему, идти и проповедовать о Нем. И служить Ему не просто так, между нашими увлечениями и нашими делами, а действительно посвященно и с дерзновением. Сегодня каждый из нас в церкви мы молимся о посвящении в служении. Мы молимся о друг друге. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл каждому из нас, что мы все должны служить Господу. Также мы молимся о том, чтобы подростки в нашей церкви, которые есть, в наших семьях, в наших служениях, они посвятили свою жизнь Господу и шли за Иисусом Христом до конца своей жизни. Давайте будем молиться вместе об этом Господу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...